Добрый день, дорогие друзья! Всем привет! Всех приветствую на своем канале! Сегодня видео-болталка. Давно я не записывала, давно мы не разговаривали. Сегодня хочу с вами поговорить о такой теме. Ну, вы, наверное, из названия уже поняли. Не знаю, как я его назову. Может быть, я что-нибудь такое назову как-нибудь так, чтобы никто не понял, о чем речь. Это такая замануха у блогеров бывает. Я хочу рассказать вам о своих, так сказать, самом главном, самом большом, на мой взгляд, недостатке. Я интроверт. Вы, наверное, все знаете, что такое интроверт. Это человек, который не очень комфортно и не очень удобно чувствует себя в окружении людей, особенно незнакомых людей, которые не стремятся к общению, которые получают удовольствие больше, проворотя дома сам собой, наедине с собой, чем в какой-то шумной компании среди друзей, знакомых, незнакомых. В общем, боится толпы, боится каких-то шумных сборищ больших. И на самом деле с этим можно жить вполне. Как бы это не смертельно вообще, даже ни разу. И, насколько я знаю, большинство людей как-то вот умудряются преодолевать это относительно более или менее. Не запираться в доме, не быть каким-то отшельником, а в принципе жить нормальной жизнью. Вот, например, я. Я работаю, я имею семью, мужа, детей, причем я второй раз замужем, я поменяю несколько работ, я веду ютуб-канал. Казалось бы, да? Разве можно представить себе, что блогер может быть интровертом? Ну, на самом деле блогер может быть интровертом, и даже это очень часто происходит. Потому что, вот, допустим, это видео посмотрит тысяча человек, и представить себе, что меня вот так вот поставят перед тысячей человек, и чтобы я вот это все говорила, я провалюсь под землю от стыда, я убегу, я не буду этого делать. А вот так вот перед камерой, ведь блогер же занимается как бы сам собой, разговаривает, примеряет, рассказывает, обсуждает. Ведь я понимаю, что меня смотрят люди, но это ведь все как бы, ну, в каком-то виртуальном пространстве, в виртуальном мире, потому что на самом деле, вот сейчас я сижу в полутемной комнате и разговариваю с телефоном, и мне очень комфортно, потому что я разговариваю сама с собой с телефоном, и это самое комфортное для интроверта вообще времяпровождение. Поэтому, кстати, я хочу сказать, что среди блогеров, мне кажется, очень много интровертов, именно потому что, как бы спрятавшись за камерой, спрятавшись за телефоном со своим, вы можете общаться, но при этом находясь в тиши своей комнаты, своего дома, не выходя, так сказать, на люди. Вот. Сказать, что это доставляет мне в жизни какие-то неудобства, да, я вообще должна сказать, что это, да, доставляет мне неудобства. Я очень хорошо себя помню, вот прям с молодых-молодых ногтей, что я, находясь в помещении вот с малознакомыми людьми в какой-то новой компании, я вообще боялась открыть рот, мне было так страшно и некомфортно, мне хотелось забиться куда-нибудь в угол, и вообще, чтобы меня никто не видел и не слышал, и вообще желательно скорее уйти домой и вообще, как бы, забыть, что этот момент со мной происходил в жизни. Но каким-то, так сказать, задним умом я понимала, что так жить нельзя, невозможно, нужно как-то учиться это преодолевать и заставлять себя общаться, заставлять себя разговаривать с незнакомыми людьми, в общем, как бы общаться и так далее. И в какой-то момент мне было лет уже, наверное, 25, вот что-то так. Я, можно сказать, вот наступил какой-то момент, когда я преодолела себя, и из такой молчаливой девочки в углу, девочке 25 лет, у меня уже был сын старший на тот момент, но неважно, как бы, это совершенно не меняет ситуацию и картины. Так вот, из молчаливой девочки в углу комнаты я превратилась в человека, который чуть ли не самый общительный и вообще самый болтливый, и самый такой веселый, хохотун, болтун, ворон болтун и хохотун, как говорится. Знаете, для меня это неестественно. То есть для того, чтобы это произошло, я должна надавить на себя и заставить себя, принудить себя. И я не могу сказать, что мне это очень некомфортно. То есть не то, что я прямо вот преодолеваю себя каждый раз, вот я прямо через силу вот это делаю. Но я, да, преодолеваю себя каждый раз, когда я нахожусь в каком-то обществе, в котором мало знакомых людей, которые мне не очень, я их знаю, и как бы я не очень комфортно себя чувствую. Это никогда не бывает среди людей, которых я хорошо знаю, людей, которые мне знакомы, близкие мои. Я очень комфортно себя чувствую с ними. Я могу открыться, разговаривать, как бы рассказывать, выйти в общем совершенно такой раскованной и веселой. Но вот это именно происходит в компании людей, которых либо я мало знаю, либо вообще не знаю, либо там есть какие-то очень много новых людей, парочка людей, которых я знаю. То есть вот в таком вот варианте для меня это как бы уже челлендж, уже какой-то напряг. Мне уже надо как-то вот себя вот собрать и заставить. И у нас очень много друзей с мужем, мы очень много общаемся. И я должна сказать, что каждый раз, когда вот мы куда-то собираемся идти, вот у меня это дело через силу, понимаете? То есть у меня сидит такой гвоздь, в голове, боже, ну как бы я сейчас, каким бы удовольствием я бы никуда не пошла, осталась бы дома на диване, со своей книжкой, со своим телефоном. И как же мне не хочется никуда идти, и как же мне не хочется вот этого шума, и вот этой вот компании, и вот это вот, ну как бы, потому что на самом деле каждый раз для меня это какое-то определенное напряжение. Я до сих пор очень стараюсь вот избегать какого-то контакта один на один с людьми, которых я мало знаю. Если я могу избежать этого, я это делаю. То есть я могу, например, пойти, допустим, на работе, я иду в чей-то там кабинет, и я знаю, что по дороге я могу встретить кого-то, кто остановится, начнет со мной разговаривать, как дела, как дети. Я этого человека не очень хорошо знаю, я не очень комфортно себя чувствую с ним в разговоре. И я пойду вот так вот десятой дорогой в кабинет моего начальника, чтобы не встретиться с кем-то, кто может остановиться со мной, начать вести какие-то, как это здесь называется, small talk. Кстати, хочу сказать, что вот в Северной Америке это прям такое, знаете, такая тема-тема. То есть вы не можете просто так, находясь с кем-то в помещении, и, допустим, вы моете руки в туалете, рядом с вами кто-то стоит, моет руки, вы обязательно должны перекинуться парой слов. Вы пришли в кухню набирать кофе, допустим, на работе, в ланч-рум, и кто-то вместе с вами там же стоит, там что-то там делает в холодильнике, или тоже пришел за кофе, со своей чашкой стоит. Вы не можете просто так стоять и свистеть в потолок, просто так сам собой. Вы должны обязательно с этим человеком поговорить о погоде, о детях, о праздниках предстоящих, там, об отпуске, рассказать, куда вы едете, а вы куда, вопросы, в общем, вот такие вот ничего не значащие разговоры, которые здесь называются small talk, то есть маленький разговор, которые обязательно должны, вы должны научиться это делать, иначе вас будут воспринимать как какого-то очень странного и, ну, такого отшельника, человека странного, с которым, в общем, ну, как бы, в общем, странненькие такие люди, которые вот так вот не общаются, не разговаривают. И поэтому здесь, как бы, в Канаде, это прям такая, знаете, для интроверта, это прям тема, ну, сложная, в общем, такая. Поэтому, поэтому, если я могу вот избежать вот этих ситуаций, я стараюсь это делать, и я пытаюсь их избежать всегда. Это как бы типичный признак интроверта, то есть человек может там совершать какие-то круги, восьмерки в воздухе для того, чтобы избежать встречи, столкновений один на один с кем-то, кого он мало знает, с кем он не очень, как бы, хорошо может общаться. В общем, да, это не то, чтобы неудобство доставлять, но это какая-то такая, знаете, хлопоты ненужные, которые вы производите, и ненужные действия, которые вы производите для того, чтобы почувствовать себя в более полном комфорте. Если среди людей, с которыми я общаюсь, и которые меня знают, и которые меня знают, ну, не то, чтобы очень хорошо, но как бы знают меня. Если я скажу, что я как бы интроверт, просто все будут очень смеяться, на самом деле, потому что, когда я нахожусь в компании с людьми, со знакомыми, с друзьями, и даже с незнакомыми людьми, я много разговариваю, смеюсь, шучу, рассказываю анекдоты, в общем, совершенно не стесняюсь. И вообще как бы вот веду себя, как будто я самый общительный на планете человек, самый такой, что мне очень легко общаться с людьми. На самом деле, мне не легко это делать. Я делаю это, для меня это напряг, но я делаю это, потому что я пытаюсь преодолеть в себе вот этот мой недостаток, потому что я знаю, что это недостаток. Можно сказать, практически единственный. Но я, конечно, сейчас скажу, что я идеальный человек, у меня только один недостаток. Но поскольку я как бы сама для себя, не для кого-то, а именно для себя пытаюсь его преодолеть, и показать самой себе, что я могу общаться с людьми, могу вести себя, как все остальные люди, могу быть как бы нормальным человеком, я это делаю как бы для себя, преодолевая свои вот эти вот фобии, какие-то такие неприятные моменты в своей голове. Я должна вот сказать, что если вы встречаете человека, который вам кажется очень общительный, очень веселый, зажигательный, совершенно не стеснительный, абсолютно свободно общающийся с окружающим миром, каким я выгляжу человеком со стороны, на самом деле, это только первое впечатление. Может быть, это правда так, но на самом деле, на самом деле, возможно, что картина совершенно другая. Я не говорю это просто, чтобы вам там каких-то, чтобы вы вглядывались в каждую остричную, обеоперечную и думали, вот она такая болтунья, хохотунья, а на самом деле, может быть, она интроверт, и вот сейчас она преодолевает себя. Боже упаси, Господи, общайтесь с людьми, вам не нужно ковыряться и копаться, и смотреть на него, и жалеть его, и думать, что на самом деле он сейчас вот занимается тем, что он как бы вот воспитывает силу воли в себе. Просто рассказываю, потому что вот это существующая ситуация, и есть много людей, которые находятся в той же ситуации. Я знаю, что есть много людей, таких же интровертов, просто потому что это мой блог, и я в моем блоге, в моих видео рассказываю о себе. И вот хотела вам рассказать такую вещь, потому что возможно, что многие из вас не знают, что существуют такие люди. Но я думаю, что многие из вас, почти все знают, что существуют такие люди, но просто, может быть, вы не знаете, что на самом деле внешность как бы не всегда то, что человек транслирует, это не всегда то, что он на самом деле испытывает. Хочу сказать, что с возрастом это как бы, ну, не то чтобы ухудшается, но, то есть способность моя преодолеть себя и вести себя совершенно свободно и раскованно с малознакомыми людьми, она с возрастом увеличивается. Я как бы тренировалась за всю свою жизнь это делать, но желание делать это у меня становится все меньше и меньше, потому что когда вы становитесь старше, у вас как бы начинаются какие-то процессы в голове, почему я должна делать что-то, что я не хочу, для кого, зачем, почему я должна делать вид там, в общем, знаете, вот с возрастом каждый человек приходит к какому-то моменту, что он начинает сомневаться, стоит ли ему вообще так делать какие-то телодвижения, какие-то вещи, которые ему не хочется делать, может быть, пора это прекратить и уже начать наконец делать то, что человек в жизни хочет, а то, что он не хочет, просто перестать делать, не общаться с людьми, которым неприятно, не ходить на места, которые он не хочет ходить, не встречаться с людьми, с которыми он не хочет встречаться и вообще вести себя так, как он хочет. Если это не мешает окружающим, то он может как бы вести себя так, как он хочет. И чем человек станет старше, тем больше у него возникает желание. Поэтому как бы у меня вот такая вот сейчас я нахожусь в таком... С одной стороны, я как бы привыкла, что я должна вести себя так, как ведут себя все остальные люди вокруг. С другой стороны, я все время думаю, нафига, собственно говоря, почему, собственно говоря, я должна и вообще кому я что должна и зачем вообще я должна вот я думаю что для вас неожиданное видео потому что для всех людей которые меня знают когда я начинают рассказывать они немножко приходит как бы удивление потому что я совершенно не произвожу такое ощущение тем более что вот я как блогера уж блогер это уж такой человек по моему который все считают который ищет внимание какое-то признание чтобы на него обращали внимание вот поверьте мне что я самый что ни на есть стеснительный человек свое стеснение мне очень трудно преодолеть и я никогда не ищу внимание и касается блогерство то например вот я когда хожу с телефоном и что-то снимаю естественно люди обращают внимание потому что очень мало кто выходит телефоном тем более в магазинах там или где-то или там нет примерочный громко там снимаю видео громко разговариваю я понимаю что когда я хожу человек который находился где-то там вокруг примерочный смотрим то что он знает что я зачем-то в примерочной стояла очень долго и очень громко разговаривала в общем ну это вызывает некоторые любопытство и люди всегда обращают внимание особенно когда вы с камерой люди на вас всегда обращать внимание с телефоном даже это неважно и для меня например это как вот прямо самое ужасное блогерстве для меня это то что я хожу с телефоном и люди обращают внимание что я снимаю в это время мне хочется провалиться сквозь землю на самом деле особенно в начале когда я начал это делать сейчас немножко получше но в начале как бы для меня это было прям я смотрю вот некоторые девчонки снимают и прям так знаете еще просят кого-то поснимать они там крутится вертится руками машут кто-то их снимает они там танцуют кривляют в общем я вообще даже не представляю такую ситуацию в моем случае потому что даже брожение с камерой говорение в нее что тут вызывает у меня так сказать некоторое такое всегда внутреннее сопротивление потому что я понимаю что сейчас все будут на меня так потяжка смотреть пялиться думать что происходит вообще вот ну вот такая история не знаю напишите мне что вы думаете на эту тему и знаете ли вы таких людей если в вашей семье такие люди может быть вы сами интроверты может быть у вас есть какая-то вот так какие-то вообще вообще какие у вас недостатки и что вас мучает в этой жизни что вам мешает жить что вас так сказать расстраивает и огорчает в этой жизни вот именно в смысле вот ваших каких-то недостатков которые вы бы хотели преодолеть и которые вы бы хотели чтобы они были менее заметны для окружающих но на сегодня все люблю целую встретимся в следующем видео примерки винтаж болталка все что вы любите всем привет из канады пока пока